Здравствуйте, дорогие друзья! 124-й псалом в нашем путешествии по книге Тили. Небольшой псалом, но очень интересный, очень сильный. Написано практически во всех древних источниках, что этот псалом читают перед путешествием по воде. Рекомендуется читать, если вы на корабле, или там по реке, или по морю, чтобы избежать опасности. Обязательно читают этот псалом. Что еще? Духовный стержень этого псалма описывается следующим образом. Только помощь Господа сохранила нас в тысячелетнем знании, и душа каждого отдельного человека. Птица вырвалась из селка, селок сломан, и человек спасается. В древней книге Сефер Шимуштигелим, в которой описывается все свойства псалмов, написано, что если вы соберетесь в чужую страну, в другой город, или вообще в дальнюю дорогу, то вам необходимо взять в каждую руку по горсти соли, прочитать 124-й псалом 7 раз. Потом нужно эту соль бросить на все четыре стороны света перед поездкой, и никто вам не причинит вреда в этой поездке, и ничего плохого с вами не будет. Есть еще и более такие мистические толкования. Если написать этот псалом на чистом листе бумаги, и носить его в качестве талисмана, человеку, который болеет, то это дарует ему исцеление и облегчение. Есть еще более мистические. Если написать псалом и зарыть его перед порогом своего дома у двери, то вам в этом доме будет способствовать удача. Есть еще интересная особенность этого псалма. Написано очень полезно для голоса. Читают этот псалом, 10 раз написано, потом читают пасук и шерим 2-й 14-й. И это помогает человеку, который ведет молитву или которому надо вообще говорить. Ну вот, пожалуй, все. Брахава от слаха.